75-я годовщина со дня освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков. Уже завтра горожане будут отмечать этот великий день. В преддверии праздника народные депутаты Украины организовали для освободителей, ветеранов и детей войны праздник, на котором побывали наши корреспонденты. В преддверии дня освобождения Одессы народные депутаты Украины Сергей Кивалов и Вадим Новинский вместе с ветеранами, воинами-освободителями, а также студентами Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета возложили цветы к памятнику «Спасенное детство». Ранее на территории Юрокадемии находился детский городок. Здесь располагались дома для сирот, школы, училища и библиотека. Многие воспитанники детгородка воевали за освобождение нашего города. Силами руководства университета памятник сохранили и отремонтировали. Традиционно в преддверии праздника здесь собираются, чтобы отдать дань памяти и уважения героям. После возложения для ветеранов, детей войны и освободителей города устроили праздничный концерт. Сегодня здесь, в этом зале, собрались те, кто непосредственно принимал участие в освобождении Одессы. Те, кто защищал нашу родину. Те, кто трудился после военные годы, восстанавливал наш город, страну. Школы строили, больницы строили. Я хотел пожелать им, чтобы они были здоровы, чтобы они были востребованы, чтобы они чувствовали, что они не зря прожили жизнь. Я хотел бы пожелать, чтобы они как можно дольше являлись носителями этой истории. В этот праздничный день ветеранам-освободителям, активистам ветеранского движения, руководителям ветеранских организаций и воинам-интернационалистам вручили почетные награды Одесской юридической академии. Среди них был и именинник, отметивший свой 95-й день рождения. Сергей Васильевич так тепло поздравил нас, вручил награды. И нужно сказать, что я очень труден этим. В наше такое непростое время я рад, что не забывают о ветеранах. И прежде всего я очень благодарен искренне всем сердцем Сергею Васильевичу Кивалову. Без его поддержки ничего бы не было, никаких этих юбилеев, никаких ничего. Понимаете, и то, что он как юридический специалист высшей квалификации, помогает нашим ребятам, которые попали в неприятные истории всякие. Вечером 9 апреля 1944 года советские войска освободили сначала северные кварталы Одессы. Ночным штурмом при содействии партизан к утру 10 апреля Одесса была освобождена. Насколько важно с таким уважением относиться к ветеранам, к тому, что они нам несут свою историю. Каждый приносит нам свой взгляд на те страшные события, которые проходили 75 лет назад. И мы должны делать из этого выводы.